Следующий вопрос. Портится немалое омывение, если человек затронулся до полового органа своим зираем. А зира это что такое? Это часть руки, от кисти руки, так не включая кисть руки. То есть как это называется? Запястье. Запястье. То есть от запястья до чего? До локтя. Так, до локтя. Это зира называется. От запястья до локтя называется зира. То есть если человек задел свой половый орган этой частью руки, она тоже называется рукой, так или нет? То есть почему мы упоминаем именно зира? Почему мы сейчас не говорим прям про ноги, про скопы? Потому что в хадисе пришло тот, который из вас затронулся до полового органа рукой, так или нет? А мы говорим, что зира входят в понятие рука. Поэтому этот вопрос разбирается. Портит это мало омывение или нет? У тех ученых, которые считают, что вы трагинговые половые органы портят мало омывение. Говорит Зайбальдимгор, большинство ученых, то есть из тех, которые считают, что портится так, считают или анну, лаян, так или другу. Считают, что если человек затронулся до полового органа... Как это сказать в русском зира? Как это сделать? А? Не печи. Нет, запястье это вот это не. Как предплечит? Предплечит. То есть если человек затронулся до полового органа предплечит, то большинство ученых, из тех, которые считают, что вообще до полового органа портят мало омывение, считают, что это не портит его мало омывение. Ясно ли не? Лян назира нефет биалат линнат. Потому что предплечья... Потому что предплечья не являются тем местом, которым обычно человек что-либо трогает. Так или нет? То есть если человек хочет потрогать, например, что-то, тему, например, так, то он не трогает его предплечьем, а трогает, чем с внутренней частью кисти рук. И потому что те ахтамы, то есть те постановления, которые, шариатские постановления, которые связаны с понятием «рука» в шариате, касаются только кисти руки. То есть если в хадис или в аятах приходит рука, то в шариате постановление выносится как на кисть руки, только не на всю руку. Понятно ли? Обычно, то есть большинство шариатских постановлений, если сказано «рука», тогда что? Он берется только кисть руки, не вся рука. Говорит, «Бедавлин, ата, ядис, ядис, сарик». Сарик, как, например, что? Отрубание руки вора. Так или нет? Аллах сказал, что сказал в королеве? Сарик, Аллах сказал, что это второе дело мы. Так? То есть вору и воровке отрубите их руки. Теперь покуда мы им рубим руки? Что скажешь? В шариате, то есть рука рубится по запястью. Так или нет? То есть рубится по запястью, не рубится с плеча. Так, то есть вся рука не рубится, только с плеча. Хотя в хадисе, а точнее ваячу, что пришло, отрубите им руки, сказал, так? Дальше, что уа госли лият ми на дном. И также пророк проснулся, что сказал, как сказал, «халяты с хиляху масилина, хатты вертили гумасалятам». Так? Если один из вас просвет от тышного сна, то пусть не засовывает свою руку в сосуд, свою руку встал, пока не помоет ее три раза. Так вот теперь вопрос. Если ты проснулся от тышного сна, ты моешь руку, всю руку до плеча, или только каких руки мыть? Только какие руки моешь, так или нет? Сходите, указано слово «рука». Так? Вальмас кит-тайаммум. Также пророк сказал, что пришло у нас, или в аяте, как пришло. Во время тайаммума Аллах сказал, «обтирите ваши руки и ваши лица, так? Или ваши лица и ваши руки». Сказал, «руки». А что мы обтираем во время тайаммума? Только кит-трики, так или нет? Не всю руку, то есть не до плеча и не до локтя, так? А только до чего? Только кит-трики. Поэтому из этих трех примеров мы видим, что большинство шариатских постановлений, которые связаны с понятием «рука», так? Касаются только кит-трики, а не касаются всей руки. Поэтому первая сторона сказала, «Тот хадис, который мы приводили, выше хадиса Абу-Гурейра, то есть в предыдущем вопросе, так? Если один из вас затронулся своей рукой до своего полового органа, и между ними, между половым органом нет никакой преграды, то летула область, тогда пусть возьмет малое омовение». То есть они сказали, хоть здесь не указано слово «рука», но имеется в виду только кит-трики. Поэтому если человек затронулся пред свечем, то это, говорят, не портит у него малого омовения. Ясно, нет? Что хочет сказать первая сторона. Теперь второе мнение в этом вопросе. «Узагаба Ахмаду Аляузаи», и считает имам Ахмад, а также имам Аляузаи, «Сиривайя Тинангума», «Вреваяти», который передается от них, «Иляаннуу Янкаф Тагулуру», «То, что если человек затронулся до полового органа своим предсвечем, это портит его малое омовение». «Ослахагау Ибну Кудаму». И посчитал это мнение правильным Ибну Кудаму в своей книге «Аль-Мухни», так, где он в том, в 243-й странице. Чех Мухаммад Хизан здесь никакого достоверного мнения так, что вообще затронул до полового органа не портит малое омовение. Поэтому нам без разницы, как он там затронулся, внешние, тыльные, там, предсвечем или вообще к плечам, к плечам, так, не портит малое омовение. Однако, если так посмотреть, так, то есть если так внешне взглянуть, то мне довод первой стороны сильнее, чем довод второй стороны. Ясно, не за тех доводов, которые мы приводили выше.